Земля-это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города полные. Но все-таки Земля-это планета людей. Их почти восемь миллиардов и они такие разные. Они главное сокровище нашей планеты. Давай к нам, еще чужой. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта Мастеркард. А что тут решать? За нас все решит монетка. Мишель, пожалуйста, у меня за тебя немножко стыдно и бывает. Всем привет, это Орел и Решка, земляне. И сегодня мы прилетели в гости к армянам. Кирилл Джан, скажите, пожалуйста, что вы знаете про армян? О, Мишель, загибай пальцы, смотри. Первое. Все фамилии у них заканчиваются Наян. Самая известная армянка Ким Кардашьян. И армяне придумали все на свете. Вот так вот, ты думаешь, что это все правда? Слушай, честно, я не знаю, но вот мы сейчас и проверим. Давай. Орел. Ильяшка. Это что? Это значит, что ты? Это значит, что я? Это значит, что ты Рич. Ну когда-то должно было тебя везти, понимаешь? Только монеточку мне, пожалуйста. Пожалуйста, а я отправляюсь. Ой, спасибо большое. Смотри, запомни. Ну что, я пошла разговаривать и кушать с людьми, которые меня понимают. Армяне вроде и живут не близко – за кавказскими горами. Но совсем не чужие нам земляне. Еще бы! Когда-то мы даже жили с ними в одной стране – в Советском Союзе. И у каждого точно найдется знакомый армянин. Парефцес. А еще, сами того не зная, армяне постоянно присутствуют в нашей жизни. Со стен на нас смотрят картины армянина Айвазовского. Благодаря армянину мы сушим голову феном и смотрим Орел и Решку по цветному телевизору. Cómo призв dalla academies в новом бизнес. '? Решка на сайте! Да, и вы думаете, почему не какой-нибудь рейндж-ровер? Сейчас объясню. Это не обычный микроавтобус. Это микроавтобус Ким Кардашьян. Да, именно на нем ездила Ким, когда прилетала сюда, в Ереван. И знаете, ее вкусу я полностью доверяю, ведь ее бывший муж – это самый богатый рэпер в мире. Привет. Здоров. Согласен, Ким могла бы позволить себе и какой-нибудь Майбах, но она многодетная мать. Ей надо было усадить всех. А еще, я так понимаю, что вот здесь сидела левая Кардашьян, а вот здесь правая Кардашьян. Красота. А скажите, пожалуйста, чисто мужской вопрос. Фигура Ким Кардашьян – это топчик, да? Ну, я семейный человек, мне нравится моя жена. Нормально ответил? Да, супер. Знакомиться с армянами мы начнем в их столице – Ереване. Осталось до нее добраться. Ходят слухи, что ереванские таксисты – страшные хитрюги. Проверим, это миф или правда. Для начала я узнала, что через приложение доехать до центра Еревана стоит всего 3,5 доллара. Запомните эту цифру. Рассказки? Знаешь такси? Да. Ага. А как? Адрес? К центру. К центру. К центру. К центру. 100 доллара? Нет. 4 доллара. Нет. Это все равно дорого для меня. А российский, знаешь? Все равно чуть-чуть. Ну, это не 2000 грамм не получается. Ага. Это совсем не дорого. Поехали. Лик, не могу. Все равно мне дорого. Спасибо большое. Спасибо. Вначале они хотели меня обмануть немножко. Поставили 10 долларов с аэропорта до центра. Но стоит немножечко с ними разговаривать, улыбаться и можно унизить себе цену аж до 4 долларов. Но все равно подсказали, какую маршрутку довезет меня до центра чуть-чуть больше, чем за пол доллара. Так что вот моя малышка. За одного. О, копеечки пошли. А до города сколько ехать? Сколько? Если пробка не будет, то через 40 минут. 40 минут? Сейчас пробка 15? Определитесь. А кто такой настоящий армянин? У настоящего армянина есть самый главный дух. И на русском как сказалось это слово? Минуту сейчас позвоню, подойди. Сейчас это слово скажу. Я должен сказать это слово. У нас традиционный народ. Я это хотел сказать. Правильный армянин должен соблюдать все традиции армянские. И его будут уважать. Армян в Армении найти не сложно, потому что кроме них вообще-то тут больше никого и нет. Из 100 человек 98 будут армяне. Армяне называют себя самым дружелюбным и гостеприимным народом в Европе. Значит я запросто смогу разузнать, какие здесь живут земляне. Здравствуйте. Можно задавать пару вопросов? Нет, нельзя? Хорошо. Девочки, привет. Можно к вам пару вопросиков? Нет, ну пожалуйста. На русском общаетесь? Да. Могу у вас быстренько спросить? Бежите? Ну хорошо. Чувствую себя немножко как эти волонтеры. А можно у вас пару вопросиков? Нет. Вот надо было сказать тогда да. Карма. Можно к вам пару вопросов, пожалуйста? Можно? Раз, два, три, четыре. Мне еще никогда в жизни столько людей не отказало. И как же узнать, какие же тут земляне? Как? Мне кажется, я уже начинаю понимать, какие тут земляне. Армяне – уникальный народ. Потому что за границей армян живет в 3 раза больше, чем в самой Армении. Если в стране живет 3 миллиона, то за ее пределами 9 миллионов. А кого вы еще знаете из известных армян, которые живут за рубежом? Ну, есть известные армяне, например, великий шансон, что умер Шарл Азнаур. Шарл Азнаура все знают, но может, Тангяна не все знают. Наш футболист Генрих Махитарян. Шара тоже очень хорошо знают все. Великий армяне, певица. Армяне обязательно похвалятся вам, что их богатые соотечественники держат пол Москвы и треть Нью-Йорка. Вот если армянин поднялся по жизни за границей, он по-любому приедет сюда обратно в свою страну и откроет здесь какой-нибудь бизнес. Вот, например, отель Туфинкян – это сеть отелей американца армянского происхождения Джеймса Туфинкяна. Вернулся и сеть готова. Красавчик! Из всех самых дорогих отелей здесь в Вереване – этот самый армянский. Ну неплохо, неплохо, неплохо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Скажите, вот самый люксовый, где останавливаются самые крутые люди. Номер. Это президентский люкс. Цена 725 тысяч армянских тронов. Без проблем вообще. Сегодня мне можно все. Вот вам включат номер. Спасибо. Спасибо огромное. Позаботились. Ну конечно. Нельзя о таком красавце не заботиться. Ну что, проверим, что внутри. Это все мне? Во-первых, я думал, что номер вот это. Но я так понимаю, что здесь есть второй этаж, так как туда идет лестница. Здесь есть кухня своя. Хотя чему я удивляюсь, да? Президентский номер. Хотя нет, я удивляюсь. В этом двухэтажном люксе три спальни, Опа. Три ванны. Это даже звук воды президентский. И две гардеробные. Это гардероб у меня свой. Но одежды у меня, к сожалению, для него нет. Я так понимаю, это какое-то местное искусство тоже. Получается шляпа? Нет, так нельзя себя вести. Надо быть серьезным. Тихо. Значит, то, что вы сейчас видели, это еще не все. Тут не хватало. Балкона! Это вот, знаете, тот номер, когда ты ходишь и думаешь, ну куда еще больше? Зачем комната, комната, еще комната, спальня. А потом выходишь на балкон и понимаешь, что можно было бы еще больше сделать. Ну вот, вот. Армения! Есть у меня одна знакомая, которая точно не сможет позволить себе армянский ковер, в отличие от меня. Пожалуйста. Да, можем? Да, конечно. Спасибо. Армяне считают, что Ереван – это от слова Еревац – вижу. То есть, когда Ной спускался с Арарата, он увидел это место и считается, что это первый город, который был построен после потопа. Возможно, поэтому армяне считают себя лучшими и первыми во всем. Это одна из самых древних стран в мире. И армяне произошли одно после всех лет этого потопа. Страна, которая отличается своим интеллектом. В кухне – мы лучше. В кухне – мы лучше. В кухне – это же Армения. Это же Армения. Народ, который принял первое христианство в мире в 301 году. Первые буквы, допустим, Месроп Маштов создал. Первый компьютер, который использовался для военных, тоже это создал армяне. Если сейчас начнем перечислять, что армяне придумали, то создается такое впечатление, что кроме армян больше никто ничего не придумал. Поверьте мне. Там первый цветной телевизор. Я не знаю, в общем, в любой сфере, абсолютно во всей науке, физике. Даже в технике, по-моему, есть армяне, которые проживают. Ну, например, цвет, кстати. Да, по-моему. Тоже, да, армяне. Вы машину водите? Вожу. У вас машина какая? Автомат-коробка? Автомат. Это придумал армянин. Вы банкоматом пользуетесь? Пользуюсь. Придумал армянин. Очень много армяне придумал. Коняк придумали армяне. Что еще можно кучать? Вино придумали армяне. Армяне изобрели аппарат МРТ, пластическую хирургию, видеомагнитофон, дворники для машины и даже тот самый неповторимый цвет американского доллара тоже придумал армянин. Думаете, это все? Армяне утверждают, что это они первыми вырастили абрикос. Первыми приготовили лаваш, долму и даже шашлык. И вообще шок, что Киев основал армянский князь Самбад Багратуни. По правилам сезона земляне, ведущий с безлимитной картой должен знакомиться с самыми известными и самыми богатыми представителями каждого народа. Я еду к армянину, который прославил свою родину на весь мир. Я приехал к настоящему местному гению. Здесь он считается как достояние нации что ли. Нур – самый знаменитый современный армянский художник и ювелир. Его произведение находится в коллекциях певицы Шер, теннисиста Андре Агасси, их приобретали Мансеррат Кабалье и балерина Майя Плесецкая. Я был влюблен в Майю Плесецкую. И при жизни Майи Плесецкой… Серьезно? Да. Я сделал ей кольцо, которое называлось Майя. И она носила это кольцо до последнего дня своей жизни. Она не снимала это кольцо. Сейчас это кольцо в ее доме-музее не находится. А еще Нур пишет картины. Страшно дорогие. И очень глубокомысленные. Здесь, например, работа, которая называется «Беременная дева Мария». А-а-а… Вы видите? Да, я вижу. Сразу непонятно, кстати. А это «День и ночь» называется работа. Здесь работа сделана с усальным золотом. Каким? С усальным. Это, наверное, что-то на богатом сказано. Да. А здесь мозг человека. А вот следующая работа, которую я покажу, получила первую премию флорентинского биеннале. В современном искусстве это топовое, что можно получить. Работа называется «Муха». Муха, которая рассказывает про любовь. Почему муха выбрана персонажем, чтобы рассказать про любовь? Потому что муху все ненавидят. И для того, чтобы суметь посредством этой мухи научиться менять свою ненависть на любовь, нужно взять эту муху и посмотреть на мир ее глазами. Что? Как это так сейчас произошло? Обалдеть! Я вижу, как много картинок одинаковых движущихся. Ты сейчас видишь впервые мир чужими глазами. И если когда-нибудь твоя ненависть к чему-то или к кому-то начнет мешать тебе жить, и ты захочешь от нее избавиться, это воспоминание придет, чтобы помочь тебе. А эта работа – настоящее сокровище. Коллекционеры дают за нее 10 миллионов долларов. Каждая из этих работ имеет пяти до семи положений, в которых она показывает разное психологическое состояние и настроение человека. И тем самым получаются кадры для того, чтобы рассказать историю, идею. Соответственно, когда к тебе приходит идея, это твое первое состояние. Это валит тебя с ног. Это начинает тебя крутить и колбасить. Это бьет по нему, по тебе, и делает тебе больно. В итоге, переворачивая все твои стереотипы на 180 градусов, ты начинаешь иначе видеть, ощущать и чувствовать мир. Что? Потом ты собираешься с остатками сил, начинаешь работать, бороться и реализовывать эти мысли. А как только ты их реализуешь, свои мысли, тебе навещают новые мысли, и все начинается. Честно, это самая глубокая мысль, которую я когда-либо слышал и видел вживую реализована в анимации. Армения – одна из немногих стран, где можно запросто приобщиться к жизни миллионера. За 600 долларов с ним можно встретиться, пообщаться, посмотреть на муху за 2 миллиона долларов или на серебряных человечков за 10 и даже пройти личный мастер-класс от метро. Если у тебя небольшой бюджет, но очень хочется поближе познакомиться с армянским народом, лучше селиться не в хостеле, а в гестхаусе, где живут обычные люди, которые сдают свои комнаты туристам. Вот это должен быть мой. 80 пас. Ой, вау! Выглядит как дворец, а это гестхаус Лиля. Зайдем. О, здравствуйте. Меня Мишель зовут. А я Лиля. Очень приятно. Лиля, это в честь вас, да, назван? Да, да. Заходите. Ох, тут как приятно. Спасибо. А у вас точно 8 тысяч стоит номер? Да. Потому что выглядит как дворец, как целый дворец. Как это наш дом? Это моя мама Карель. Здравствуйте. А, так что мы вместе будем жить все, да? Да. Вы привыкли к… Да, у нас часто гости бывают, так что бронируют и приходят к нам. Это моя комната, да, получается? Ух ты. Розовая. Да. Класс. Просторненько, мне нравится. Кровать, шкаф, балкон, что я еще… Это целый балкон для меня? А какой вид. А ванна? Ванна общая, наверное, да? Да. На этом этаже общая. Ух ты, какой потолок. Илья, расскажите, а это общая зона? Да, да, здесь гости сидят. Ух ты. А как вам пришла идея сделать гостхаус? Ну, я часто смотрю вашу программу, как видела, пока еще идеи мне дали, да, вот, знакомые. Я сама решила, вот, можно попробовать. Попробовала. И понравилось, да? А сколько тут у вас человек живет в семье? Трое нас. Трое нас. Я мама и муж. А с гостями где вы обычно общаетесь? Здесь, за столом. Может, мы присядем? Да. Ух ты. Такие хозяюшки сразу все. Я не успела даже сесть и уже все вот на ладошечке. Мне так нравится то, что вы такие гостеприимные. Я знаю, что люди всегда на праздниках, на день рождения, может быть, на свадьбах. Видно, как они относятся друг к другу. Я бы очень хотела попасть на вот такой праздник. У вас есть, может быть, знакомый, которому можно попасть на день рождения, на свадьбу? На свадьбу нет, но именно сегодня у моего знакомого день рождения. Могу посоветовать туда пойти. Супер. Если я приду, не будет ничего страшного? Ничего, ничего. Я могу позвонить знакомому и скажу, что вот сегодня у вас будет гостья. Супер. Да. Они с радостью вас примут. Ура! У меня получится выйти на праздники? Тогда. Да, да. Здорово. Класс. Познакомлюсь поближе с вашим народом. Да. Приятно. Знаете, потратить большие деньги в Армении – это задача не из легких. Но обычно все сводится к шоппингу и какому-то застолью. Поэтому я решил, что проведу этот день как настоящий армянин. Чтобы поближе узнать богатых армян, нужно идти в ресторан армянской кухни. Здравствуйте. Я заказал себе столик в лучшем заведении Еревана – Вастан. Сейчас будем заказывать самое шикарное, самое богатое, самое крутое. Внимание! Дальше будут сцены поедания блюд армянской кухни. Голодным вегетарианцам просьба отойти от экранов. Прекрасно! Итак, что бывает на столе у богатого армянина? Обязательно закуски! Жареные овощи и мамбайалды, аджика, баклажанная икра, паштет из куриной печени, паштет из красной фасоли и хумус. Идем дальше! Капна свежайшей армянской зелени. Помидорки, огурчики, редисочка, базилик, кинза и тархун. Нарезка из домашнего козьего сыра лори. И все это со свеженьким лавашиком. Прямиком из армянской печи танира. С чего вы мне посоветуете начать? Я вам сейчас сделаю интересный такой армянской. Берем лаваш серый, туда козесыр. Добавляем баклана. Завернуть можно. И все, да? Тархун, он реально похож на газировку, который все пили. А к этому недоспелое малиновое вино мачар. Как будто малиновый компот, просто чуть-чуть подгулявший такой. И сладкий кизиловый компот. Это прямо от души идет, понимаешь? От души, брат. Очень вкусно. Если вы еще не захлебнулись слюной, встречайте главное блюдо. Большую сковородку с ягненком. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Он сагнел? Сагнем? Сагнем. В смысле? Вот так вот заготавливается для вас. Как вам аромат? Шедеврально! Сами армяне говорят, что этого барашка могут есть даже вегетарианцы. Потому что он настолько молодой, что ел только травку. Обалдеть, жира практически нет и он прям такой тает во рту. Армения, я тебя люблю. Класс. Как бы вкусно мне не было, я обязан рассказать вам пару правил, чтобы вы не опозорились за армянским столом. Во-первых, лаваш мы не режем ножом. Лаваш – это святой хлеб. И мы его рвем руками. Армяне считают, что нож оскверняет лаваш. Во-вторых, у армян на столе всегда стоит много вина. Сейчас немного, но не все его пьют. Больше оно стоит для красоты. И третье – армяне никогда практически одни не кушают. Им нужна компания, хорошие люди вокруг. А еще армяне никогда не заказывают блюда порционно. Их стол обязательно должен ломиться от еды. Микропорции в ресторане высокой кухни – это точно не про армян. Балдеж-балдежный, друзья. Я очень завидую себя и не завидую тем, кто не может ко мне присоединиться. Мишелька, хорошего дня тебе. Сегодня вечером у меня в планах пойти на день рождения к другу моей хозяйки Лилии. Чтобы не идти к ювеляру с пустыми руками, я пошла выбирать подарок на самом известном ереванском рынке вернисажи. Здравствуйте. Вот скажите, я иду к армянину, 75 лет, на день рождения. Что принято тут дарить? Хорошего бутырку коньяка или хорошего бутырку вина. Он музыкой занимается, вот инструмент музыка. Ух ты! Супер! Вот нарды, смотрите, армян написано. Видите, какие шахматы? Это на все времена. Вы хотите дорогую вещь дарить или подешевле? Просто мне хочется дарить то, чего ему было бы приятно получить. Я вам говорю, если бы подарили шахматы или нарды, мне было бы приятно. Если бы подарили тысячи долларов, было бы еще приятнее. А тут обычно что принято дарить? Нарды. Нарды? А почему нарды? Народ вообще-то шахматный. Много чемпионов есть. Харонян Левон, игран Петро Сиан. Гарри Каспаро половинарнян. Судя по всему, это идеальный подарок, как местные мне подсказали. Шахматы, нарды, шашки. Все в одном. Да, конечно, она стоит треть моего бюджета, но это все-таки юбилей. Я с пустыми руками не могу туда прийти. Потому вот... Ну вот, вот эта квартира самая шумная. Честно, я боюсь. Я первый раз пришла на день рождения без приглашения. Человеку, которого я вообще не знаю. Мне страшно. Я готова. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам в гости? Спасибо большое. Хочу поздравить именинника. Именинник! Ух ты! Здравствуйте, Ларис! Здравствуйте. Хочу вас поздравить от чистого сердца с ее рождения. Я не с пустыми руками пришла. Откроете, сами узнаете, что это. Откроем. Если плохой, верну обратно. Да, да. Хорошо. Мне очень нравится лично. О, нет, я уже знаю, что это. А, да? Вау! Вау! И шашки, и шахматы, и нарды. А вы, кстати, очень вовремя пришли. Мы как раз еще дома тут собираемся готовить. Зачем готовить? Я и готовить помогу, и кушать вам помогу, и убирать помогу, если надо. Убирать только не надо. По армянскому обычаю все вкусности готовит самая старшая женщина в доме. Это подчеркивает ее авторитет над младшими. А вот что обычно вы любите кушать на праздниках? В основном все такие местные наши армянские национальные блюда. Вот это вот дурно. А вот это вот тоже выжик не называют. Это говяжья печень. А где же шашлык? Шашлык уже готовый. Уже готов? А лаваш? И лаваш готовый. И лаваш уже все есть на столе. Люля-кебаб еще есть. У нас все сегодня есть. Ну ничего, такой прям настоящий армянский стол будет, да? О, шашлычок! Шашлычок! Опа! Как вы уже поняли, если ты армянин, на любом празднике твой стол должен ломиться от разнообразных блюд. Иначе это позор. Я не поняла, я даже не пять минут тут не нахожусь. На мне уже одели фарту. Я уже еду за стол поставила, себя чувствую как дома. Я уже все люблю и всех люблю. А нам нужно посмотреть хапама уже. Эй, я, хапама! Хапама! Да ладно! Да ладно! Эй, я, хапама! Да принято, да? Есть на армянском столе блюдо такое важное, что его выносят торжественно с песнями. Это хапама – тыква, фаршированная рисом, сухофруктами и орехами! Знаете, что самое сложное в армянском застолье? Здесь трудно вспомнить о том, что ты пришел исследовать армянские традиции, а не просто вкусно кушать и пить. Да, горячо. Я знаю, что у вас есть место, где все садятся, как иерархия. На весь стола садится всегда именинник. Или тамада. А кто тамада? У нас все тамады. По традиции, тамадой выбирали самого общительного гостя. Но современные армяне такой традиции не придерживаются. Тосты говорят по очереди и пьют мандариновую водку. Салют! Чирс! Это те, которые не пьют. А так принято, да? Да, так принято. Маленькие. На носик. На носик дарим. В Армении есть такая традиция. С 10-11 лет моя сестра дома водили вино, которое домашнее вино. В общем, юбилей Лориса Гигановича из Еревана мало чем отличается от юбилея Балпалыча из Полталы. Но стоит признать, мы бы вряд ли пустили незнакомца за стол. А в армянской семье рады каждому гостю. Я хочу вам сказать огромное спасибо за ваше гостеприимство, потому что у меня такое впервые, что я прихожу на день рождения незнакомого мне человека, но я выхожу отсюда, как будто я вас уже давным-давно знаю. Увидев, что происходит здесь, ты понимаешь, какой контраст поколений создается между людьми, которые еще консервативны и чтят все традиции и все остальное. А здесь люди выносят это на смех. Молодец просто не может устоять. Такие вот земляне в Армении. Знаете, единственное негативное, что я могу сказать об Армении, это то, что туристы отсюда уезжают точно с лишней парой килограмм. Потому что кормят здесь просто на убой. И я тому доказательство. Спокойной ночи. Я вам еще не береместоянчика. Ереван – это еще не вся Армения. Поеду, посмотрю, как живут армяне в других городах. Я поеду в город Гюмри в 100 километрах от Еревана. Между городами армяне ездят на старой газели. Надеюсь, эта еще резвая и домчит меня до Гюмри за 2,5 часа. Чтобы лучше узнать армян, нужно увидеть их главные достопримечательности, которыми они так гордятся. За два дня это нереально. Но за 1600 долларов их все можно облететь на вертолете. Оу. Май. Гад. На моем первом в жизни вертолете. Теперь вы никуда не убежите. Я извиняюсь, а уже поздно говорить, что я боюсь высоты. Да, я так понимаю? Да. Ну, всего доброго. Ой, ой, ой. Цена за одно место здесь – 320 баксов. Ну, чтобы почувствовать себя еще больше лакшери, я выкупил все 5 мест, которые есть в вертолете и теперь посмотрим. Аааа. Это похоже на американские горки, только у тебя нет рельсов, по которым ты едешь. Класс! Класс! Подожди, оно не так страшно пока. Вот на холме видите крепость? Да, это крепость Репуны. Оттуда начинался город Ерева. Где-то 1800 с чем-то лет. Древнее Рима. Армению еще называют Карастан. Это означает страна камней. И правда, снизу находятся какие-то голые скалы. Там небольшие булыжники. Дома, которые тоже похожи на камни. И церкви, они обтёсеры, как будто скалы. Храм Бога Солнца. Блин, это потрясающе! Этому храму почти две тысячи лет. Армяне гордятся тем, что он был построен, когда ни Америки, ни Англии, ни Франции еще в проекте не было. А здесь уже была развита своя цивилизация, своя письменность и своя религия. А вот внизу шестиугольные естественные камни, вертикальные. Называется симфония камней. Симфония камней? Да, похожа на музыкальный инструмент орган. Эти гигантские каменные карандаши из вулканической лавы армяне называют своим чудом света. А вот высеченный в скале монастырь Гегард. В нем хранилась одна из величайших реликвий христианства – копье Лангина или копье судьбы, которым по преданию пронзили Иисуса на кресте. Монастырь Гегард и языческий храм Гарни тоже посещала Ким Кардашьян. Разница в том, что она ехала сюда на машине, а я арендовал вертолет. Его можно посадить где захочешь – в любом, самом красивом месте. В Гюмри уже на автовокзале видно, что ты приехал далеко не в столицу. На первый взгляд ничего особенного – пара памятников, красивая церковь и широкая площадь. Но здесь есть кое-что поинтереснее. Ребята, а вот такого вообще, наверное, в мире нигде нет. Стена анекдотов! В детстве мы боялись темноты, а сейчас плата за электричество настолько высокая, что уже боимся света. Хорошо. Девушка, какая же ты красивая. Фу, какой же ты безвкусный. Учительница ученику, скажи честно, кто сделал твое домашнее задание? Честное слово – не знаю. Я в это время спал. Ну ладно, это нормально. Мы привыкли, что ООН охраняет исторические памятники, уникальные здания. А в Гюмри – это анекдоты. А вы можете мне объяснить, почему на сцене анекдоты? Не знаю, я не в курсе дела. Вы не отсюда? Я отсюда, я здесь живу, я здесь родом отсюда. Я слышала, что вы славитесь юмором своим? Нет. В Гюмри чем славится? Ничем. Хорошо, спасибо. Хорошо. Здравствуйте. А вы могли бы рассказать, почему тут анекдоты на стенах? Я слышала… Я не знаю, ничего не знаю. Мы не смотрели. Почему у вас на стене анекдоты? Мальчишки, я знаю, вы точно подскажете. Да? Закажешь? Почему? Люди не хотят общаться, а я хочу. Что-то тут с местными чуть-чуть не то. Что в Ереване, что в Гюмри. Здравствуйте, вы не подскажете, почему у вас на стене анекдоты? Потому что здесь землетрясение пило. Да. Все люди пили. Ну, пили трауры. Да. Поэтому все так сделали, чтобы… Чтобы не так грустно. Не так грустно пило. Жители Гюмри изо всех сил хотят, чтобы их город ассоциировался с юмором и смехом. А не с той трагедией, которая здесь произошла. Гюмри – это не только веселье, но здесь больше 30 лет назад произошло страшнейшее землетрясение. Землетрясение в 10 баллов из 12 возможных стерло столицу армянского юмора в пыль. По силе это было, как взрыв 10 атомных бомб. Тогда под завалами погибло 25 тысяч человек. А полмиллиона людей остались бездомными. После землетрясения весь город был разрушен. Вот эти здания были восстановлены. Церковь практически полностью была разрушена, а уцелели парочку вот этих зданий. А вот и купола, которые упали после землетрясения этой церкви. Вот справа это аллея. За два дня в Армении я понял, что местные больше всего на свете гордятся своим алфавитом. Уникальным, не похожим ни на один другой. Они посвящают своим буквам постаменты, открывают целые аллеи и постоянно почитают память создателя армянского алфавита – Месропа Маштоца. И сейчас я покажу вам уникальный ритуал, которого вы не встретите нигде на планете. Вот она – церковь святого Месропа Маштоца. Самого, скажем, почитаемого армянина всех времен и народов. Дети собрались. Уже несколько десятков лет подряд в начале и в конце учебного года сюда приезжают первоклашки со всей Армении. Те, кто выучил только первую букву, и те, кто уже вызубрил на память весь алфавит. Дети приезжают сюда и дают специально священное обещание хорошего учиться в школе. Сначить такой мероприятие. Если вы сп OraИО-Айбубен, который вы встретились, то, что вы делаете за ты? Месропа Масин-Артасан, и вы учите Маштоца. Но, Karen, X-Артасан, мы учим в родину и учим в родину! И вместо того, когда мы учимся по-друге, мы учим два дня. А, Б, Г, Б, Б... Я, З, Е, О, Ч, Ж, И, Л ... ПЕСНЯ После благословения священника первоклашки организованно идут в подземелье. Где стоит мраморный гроб святого Маштотца. Дети кладут святые ему на могилу и читают стихотворения. Говорят, чтобы увидеть красоту Армении не хватит и недели. Но у меня же есть премиальная карта Мастеркард. С ней я увижу многое. И еще и в комфортных условиях. В Гюмри есть еще одна достопримечательность, на которую ездят посмотреть со всей Армении. Вот! Спросите, почему я возле парикмахерска? А это местная достопримечательность Гюмри, потому что парикмахерская больше восьмидесяти лет. Вау! 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 Здравствуйте! Да ладно, я даже не ожидала, что она будет такая. Я чувствую себя как в каком-то древнем музее, но который работает. Смотрите, какие тут кресла! Я в шоке! А можно сесть? Да. Да? Можно? Ух ты! А как вас зовут? Меня зовут Мишель. Саркис. Саркис, зачем приятно? Вы тут давно работаете? Уже 25 лет. 25 лет! Вау! Это чуть-чуть больше, чем мне. И кресло больше, чем мне. И этого места больше, чем мне. Конечно же. Угадай, что это за тащечка? Для чего? Честно? Я не знаю, для чего это. А для чего это? Это ставится в старое время. Да. Я помню, сколько лет. Ставится сюда и ребенок. Да ладно, серьезно? Удобно было и ребенку, и маме. И ребенку? Парикмахерская «Люкс» открылась в сороковом году. Она пережила войну, землетрясения и приватизацию. После распада Советского Союза ее никто не посмел выкупить. Как можно у меня работу устроить? Это сообщественное общество. Ага. Каждое свое число у него активное. Ага. Эти фотографии стали фотомоделью. Эта парикмахерская настолько старая, что люди на фотографиях уже давно облысели. Недавно вот этот мужчина хотел забрать себе на память фото, где он еще с волосами. Но ему его не отдали. А стригли до этого женщин? Сейчас нет. Раньше? Раньше есть. Раньше были, да? А как вам моя стрижка до этого? Нормально? Нормально. Нормально? Нормально, проходит. А цвет волос как вам? Вы видели меня тут? Цвет волос? Да. Цветной. Красота. Все. Ой, спасибо большое. Лишнюю энергетику убрали, зарядились, пообщались, меня постригли в самый древний парикмах. Ну что, как говорится, приступим. Армянскую бутылку мы спрятали в Ереване, в центре шумного рынка Вернисаж. Ищите ее со стороны улицы Бюзант на крыше киоска Суборной за вот этим деревом. Пообщавшись с армянами, хоть это было и непросто… Люди не хотят общаться, а я хочу. Мы поняли, что вряд ли на свете найдутся земляне, которые так гордятся своим народом и своей историей. Если сейчас начнем перечислять, что армяне придумали, то создается такое впечатление, что кроме армян больше никто ничего не придумал. Но такое впечатление, что славное прошлое заботит армян гораздо больше, чем более насущное настоящее. И армяне произошли одно. Первые буквы, допустим, срок Маштуз создал. Первые христиане. Это же Армения. Это же Армения. Вот здесь сидела левая Кардашьяна, а вот здесь правая Кардашьяна. Балдеж-балдежный, друзья. Славитесь юмором своим? Нет. Нет, так нельзя в весельности. Ямри чем славиться? Ничем. Наверное, что-то на богатом сказано. Хорошо, спасибо. Хорошо. Армения! Ну скажите, я понимаю, у Золушки карета в тыкву превратилась. Что могло произойти у бедного человека, что он опасный? Вот что у него могло… А вот… Я только говорил, как по тебе скучаю, прикинь? Да. Не надо. Я вот знаю, что ты сейчас спросишь, но я тебе вот простым языком все расскажу. Вот честно, не зря этот народ придумал коньяк. Они так расслабляют своим гостеприимством над такими крепкими своим духом. Они все глубоко чтят и уважают свои традиции и свою историю. Но самое главное то, что они не боятся об этом пошутить. Представляешь? Мы увидимся у следующих землян, друзья. Пока. Пока. До свидания. Орел и решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 9 по 17 октября. Красиво. Два дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше… Брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5 тысяч 895 метров. Все это время команда «Орла и решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я сейчас все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться. Кажется. Кажется. Кажется.